МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА День состоялся круглый стол по проблемам помощи детям-инвалидам. День сотрудника налоговой службы. Репортаж торжественного мероприятия. Ну а теперь обо всем подробнее. Сегодня в России отмечается Всероссийский день ребенка. В здании регионального правительства губернатор Рязанской области Олег Ковалев встретился с неравнодушными людьми, которые по мере силы материально и морально помогают воспитанникам детских домов, детсадов и ученикам школ. Современный бизнес в нашем регионе оказывает активную поддержку различным образовательным учреждениям. Частные предприятия, заводы, фермы, акционерные общества. Все они делают вклад в развитие и воспитание современных школьников. В региональном правительстве сегодня честует бизнес меценатов. Большая шерсткая работа. Заслуживает самых темных слов, заслуживает уважения. Оказывается, благодаря вам поддержку учреждения образования, продолжает лучшие традиции меценатов нашего родительства. Помогаете конкретным детям реализовать свои возможности в учебе, в спорте, в творчестве. Это также небольшой шеркоп-монета социализации общества. Что я говорю сегодня, степень энергии бизнеса в обществе недостаточно высокого. И степень энергичности бизнеса тоже очень высокого. И ниже того не заближает общество и бизнес, как участие в благодарительных программах, участие в поддержке различных социальных групп, особенно детей. Как отметил сам губернатор, на сегодняшний день в нашем регионе большая нехватка специалистов узкой направленности. В то же время в средних школах сейчас учатся много талантливых детей, которые в недалеком будущем обязательно поступят на работу, возможно, на то самое предприятие, которое обеспечило им достойный старт. Ну а бизнесмены, в свою очередь, помогают решать современные проблемы и совершенствовать структуру образования в области. У нас очень много способны талантливых молодых ребят. Им, безусловно, принадлежит будущее, наши регионы. И в наших с вами совместных силах обеспечить им достойный старт в новую жизнь. Помочь им, получить качественное образование, помочь им в осветаниях, чтобы тоже очень важно помочь им стать настоящими патриотами. Ведь даже та благотворительность, которая сегодня есть, она ведь в детском сознании остается и на лучшее. Когда они вырастут, когда они станут уже таким же, как принимательными и так далее, это будет очень важно, когда у них внутри уже будет сидеть некий последний тому, что необходимо поддерживать социальную сферу, необходимо поддерживать слабых, необходимо поддерживать нуждающихся. Вклад в образовательный процесс – это своего рода аванс за будущее достижение будущих, пока еще юных, специалистов. Хочется верить, что подобного рода практика со временем станет более привычной для регионального бизнеса. Как важно заниматься подшефной работой, знают и рязанские дорожные полицейские. Они часто приходят в гости к школьникам, объясняя им в игровой форме правила безопасности дорожного движения. Но сегодня инспекторы посетили тех ребят, которые обделены домашним теплом и материнской лаской. Сотрудники госавтоинспекции принесли подарки в рязанский дом малютки. Всемирный день памяти жертв ДТП во всех регионах России прошел по-разному. Вместе с каретой скорой помощи одними из первых на место трагедии спешат сотрудники госавтоинспекции. Они знают аксиому, которая помогла спасти сотни пострадавших в капле крови океан жизни. А потому вместо лекции о правилах дорожного движения предпочли сразу действовать. Все, кто мог, приезжали на областную станцию переливания крови, чтобы тоже примкнуть к стройным рядам доноров. Тем самым сделали сразу два добрых дела. На вырученные средства приобрели мечи, куклы, машинки и другие приятные подарки для воспитанников дома малютки. Пообщавшись с руководством дома ребенка, мы выяснили, что нужнее всего детям игрушки. Поэтому мы приобрели игрушки и для девочек, и для мальчиков. И сегодня пришли с подарками именно сюда, чтобы доставить детям радость. Потому что сегодня отмечается Всемирный день ребенка. Ну и кроме того, именно во Всемирный день ребенка нам хотелось бы подарить капельку своей душевной теплоты, своего внимания этим детям, которым данного внимания не достает, которые обделены со стороны своих родных родителей. Малыши пока не знают, чем отличается человек в форме от всех остальных. Но такие мероприятия очень наглядно показывают, как важно с молодых ногтей воспитывать в горожанах уважение и доверие к представителям правоохранительных органов. Сегодня во многих регионах, в том числе и в Рязани, решено было провести День правовой помощи детям-инвалидам. Родители таких детей с ограниченными возможностями смогли получить бесплатные консультации от юристов. Кстати, довольно скоро вступят в силу изменения взагнодательства в отношении государственных социальных услуг. Государственная Дума во вторник приняла во втором чтении изменения в ряд законов, касающихся людей с инвалидностью. Эти новшества связаны с ратификацией Конвенции о правах инвалидов. Документ призывает не допускать никаких форм дискриминации по признаку инвалидности. Кроме этого, в нем говорится о необходимости создания системы помощи людям с ограниченными возможностями при получении различных форм услуг, а также скорейшего внедрения программы «Безбарьерная среда». Законопроектом предусматривается создание в России Федерального реестра инвалидов. Напомним, что ранее глава Министерства труда и соцзащиты Максим Топилин отмечал, что появление такого реестра позволит ввести статистику о численности людей с ограниченными физическими возможностями, а также сформировать банк данных по условиям их проживания. А как сделать в новых законодательных условиях социальные услуги ближе к людям, обсуждали сегодня участники «Круглого стола» в Рязанском доме общественных организаций. Всероссийский день правовой помощи детям ежегодно проводится 20 ноября. Проект рассчитан на оказание бесплатной юридической поддержки детям-сиротам, оставшимся без попечения родителей, их опекунам и родителям детей-инвалидов. За «Круглым столом» обсуждали масштабные изменения в законодательстве по теме оказания помощи в предоставлении социальных услуг. Нововведение направлено на повышение качества и доступности информации для людей с ограниченными возможностями. Основная проблема состоит в том, что многие дети все-таки остаются за чертой внимания в связи с тем, что недоступны многие учреждения, недоступны многие мероприятия, которые инициируются для их детей, поэтому они остаются без внимания, остаются в четырех стенах, поэтому мы прилагаем все усилия, мы делаем мониторинг всех мероприятий, всех, допустим, учреждений и стараемся, чтобы наш город и жизнь в нашем городе стала как можно более инклюзивной, чтобы эти люди были включены в активную такую социальную жизнь. Кстати, впервые некоммерческие организации, которые помогают инвалидам, приравниваются законам о социальном обслуживании населения, государственным учреждениям такого же профиля. Какие конкретные изменения в законодательстве? Ну, это 442 закон об основах социального обслуживания населения Российской Федерации. Здесь очень много изменений, потому что появились понятия поставщики и получатели услуг, и вводятся помимо государственных учреждений социального обслуживания могут неправительственные организации оказывать, то есть это не коммерческие организации, а индивидуальные предприниматели. Но и сегодня же специалисты помогали составлять юридические документы семьям, попавшим в трудные жизненные ситуации. И еще об изменениях в предоставлении государственных услуг. Рязанские полицейские сообщают, что изменился порядок получения справок о наличии либо отсутствия судимостей. Изменился порядок получения гражданами справок о наличии судимости. Данная госуслуга теперь будет предоставляться в многофункциональном центре по адресу улицы Почтовая, дом 61. Ранее справку о судимости можно было получить в органах внутренних дел, в том числе в МВД России по Рязанской области. В настоящее время любой гражданин Российской Федерации, в том числе лицо без гражданства и иностранные гражданин, обращаются в МФЦ на почтовую 61, пробивают талончик в электронную очередь, проходят с паспортом в окошко, куда их вызвали. Они могут заполнить заявление на получение справки о наличии либо отсутствии судимости, могут также ее получить. Для удобства обратившихся существует электронная очередь. Кроме того, по субботам в МВД России по Рязанской области по адресу улицы Веденская, дом 106 также возможно подать заявление на получение справки о судимости. Сегодня справка об отсутствии судимости требуется во многих случаях. В частности, без нее не обойтись, если необходимо, например, получить вид на жительство, продлить вид на проживание, получить иностранное гражданство или разрешение на оружие. Может понадобиться такой документ и при устройстве на работу. А вчера свой профессиональный праздник отметили сотрудники налоговой службы. Основными темами в их работе по-прежнему остается увеличение собираемости налогов, особенно в период напряженных экономических условий. Побывала на расширенном заседании коллегии Наталья Новикова. Сотрудники регионального управления налоговой службы обсудили тему сбора налоговых поступлений на расширенном заседании коллегии ведомства. Руководитель налоговой службы по Рязанской области Вячеслав Морозов отметил, что в текущем году по всем основным видам доходных источников удалось обеспечить положительную динамику. Темп роста поступления налоговых платежей и сборов по областной бюджет составил около 12%. По сравнению с предыдущим годом выросли сборы по налогу на прибыль организации, на доходы и имущество физических лиц, а также по транспортному и земельному налогам. Посетил мероприятие и губернатор Олег Ковалев. Глава региона поздравил налоговиков с наступающим профессиональным праздником, лучшим работникам вручил награды и отметил, что работа сотрудников налоговых органов имеет важные значения в нынешних тяжелых для страны и Рязанского региона экономических условиях. Глава региона подчеркнул, что полученным положительным результатом поспособствовала масштабная работа по уточнению баз данных налоговых и регистрирующих органов. Наша совместная работа, опять же, позволила значительно улучшить бизнес-климат в регионе. Сегодня, я помню еще 13-й год и конец 12-го года, когда ко мне приходили руководители крупнейших компаний, крупнейших предприятий с постоянными жалобами на госналогшую службу. И, конечно, это не могло меня не беспокоить. Это меня очень беспокоило, потому что бизнес, он очень тонко чувствует эту ситуацию. Значит, и часть предприятий у нас ушли с налогового учета, ушли другие регионы в тот период. Я не буду сейчас перечислять, вы о них знаете. Значит, сегодня нам нужно совместно с вами поработать таким образом, чтобы вернуть их в лоно Рязанской области, предложив им понятные, ясные, открытые правила игры. По словам губернатора, конструктивное взаимодействие органов власти и налоговых органов продолжится и в дальнейшем и будет способствовать социально-экономическому развитию региона. В Рязань приехал прославившийся еще в советское время вокально-инструментальный ансамбль «Поющие гитары». И легендарные музыканты уже сегодня встретились со своими поклонниками перед вечерним концертом в муниципально-культурном центре. Сегодня Рязань посетил популярный в 70-е годы вокально-инструментальный ансамбль «Поющие гитары». На пресс-конференции музыканты рассказали, что прибыли в наш город уже не в первый раз. Очень нам нравится здесь, поэтому мы очень... Редко бываем. К сожалению, к сожалению. Но сейчас предоставилась такая возможность, и мы с огромным удовольствием сегодня хотим выступить для вас. Музыканты из ансамбля «Поющие гитары» начали выступать на большой сцене в далеком 1966 году в Ленинграде. Далее коллектив менялся. Единственным, кто остался со дня образования вокально-инструментального ансамбля, это Евгений Броневицкий. А самая молодая солистка – Милена. Поет в ансамбле уже 10 лет. В начале, конечно, на меня была такая очень большая ответственность. Мне было очень, как это сказать, боязно это в начале. Но я могу сказать, что я преодолела какие-то свои там страхи, справилась с этими песнями. Я думаю, что судя по тому, как принимает публика, то, что я исполняю, им это нравится. И, в принципе, ребята тоже, наверное, могут подтвердить, что они довольны. Вечером в Муниципальном культурном центре поклонники «Поющих гитар» смогут насладиться творчеством любимого ансамбля. На концерте будут исполнены как известные композиции, так и новые песни. Это был последний видеоматериал нашего выпуска. Но тема, связанная с региональной налоговой службой, продолжится в программе подробностей. Гостем студии стал заместитель руководителя региональной налоговой службы Алексей Лощенов. Тема беседы – это те законодательные изменения, которые затронут практически всех налогоплательщиков Рязанской области. А на сегодня это все. И до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин